Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 Online, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаю на вопросы и, главное, дарим денежный бозус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Юрич и Димка, и ребятушки у нас эксперименты в GTA 5 Online. Всем здорова, пацаны! Итак, друзья, сегодня у нас будет спуск горы, сегодня у нас новые тачки. Тачки, которые очень себя хорошо показали, зарекомендовали на двух наших старых испытаниях. Сегодня у нас будет, ну, такой, довольно-таки старый съезд, я на нем один раз сделал и как-то про него забыл, да, получается, наш эксперимент. Поэтому решил его возродить. Ребята, если вам нравится, то ставьте лайк, давайте топимся. Сегодня у нас будет команда синих и оранжевых, я буду оранжевый, Димон синий. Ну и, в общем-то, у нас первая подборка машин это Зилок и Урал, ребят. Давайте посмотрим, что они нам покажут, хотя, я думаю, они даже не поедут. А ты что-то куда-то не туда сел, меня не впустит вообще. С другой стороны, да. Ага, сразу захотел на читах покататься, видели, какой хитрожопый, хэштег. Ладно, ребят, ставьте лайк, если вам нравится данная рубрика, мне приятно. Я даже не буду говорить про количество, потому что вы и так очень хорошо набираете. Но, в общем-то, мы готовимся и давай погнали. Прямо сходу, прямо сходу. Так, на самом деле... Ну, нифига. Так, на самом деле, это довольно-таки хороший спуск. На самом деле, здесь еще есть много сосен, которые нужно пролетать. Бывает такое зачастую, что ты прилетаешь в сосны и останавливаешься. Я тоже про него забыл, а потом увидел и подумал, что надо его возвратить. Так, ну, на самом деле, что-то, что-то, что-то Зилок-то ленивый, но вроде... У меня минус ось и все. Ты приехал? Не, ну, я остался, а вообще не едет. Да. Ребят, пишите в комментариях, как вам данный спуск. Он реально довольно-таки коварный, потому что здесь много сосен, да. Здесь повороты вот эти змеиные извилистые. И самое главное, что в этих поворотах в центре есть лужа грязи, да. То есть, получается, такой ров, где машины просто шлифуют. Но я, кстати, неплохо еду. Я сейчас устала еще заеду, заеду, заеду. Зря, 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 зря. Не, 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 я вот для этого сюда заехал. А тут же спуск... Это не тот спуск! Это не тот был спуск! Вот он спуск, вот он спуск. Давай, родной, давай, давай, дедок, давай, Зилок! Тащи, тащи, тащи! На самом деле, он довольно-таки неплох, но я понимаю, что он с наката очень медленно разгоняется. И, скорее всего, здесь где-то я сейчас его и оставлю. Ну, да. Ну, слушай, для первого раза, для овощного Зилка, который, в принципе, не поехал, это очень хороший показатель, ребят. Поэтому пишите комментарии, что думаете, а мы идем к следующим тачкам. Погнали! Итак, друзья, второй заезд здесь у нас в Шевроле, да, даб вот такой вот на высоких тапках против китайца, либо японца, либо корейца, кто-то такой, я не знаю, но в любом случае... Почему у меня нет метра на них? Ну, такое. Серьезно? Вроде было. На самом деле, эти две машины имеют хорошую подвеску. Охереть! Ой-ой-ой! Лакер! Хэштег лакер между двух сосем пролетел просто. Охренеть, чтобы ты понимал, я не еду, а лечу просто. И на колеса, на колеса, на колеса, на колеса. У этой Пацифики... Или это не Пацифика, или это... Что это вообще за тачка? Непонятно. Пацифика, да, Пацифика называется. Она разгоняется, разгоняется хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть я соскочил со скалы именно за счет вот этого. Так, мне нужен разворот по-любому. Охренеть, я, ребят, пролетел очень хорошо. Вы прекрасно видели, насколько это шикарная подвеска. И это будет новый рекорд на этом спуске. Я сейчас в дырточку заеду, да ладно? Охренеть, братан! Охренеть, братан! Вот это рекорд просто. Ну, это, кстати, хрень на больших колесах. Да, она хорошо себя показывала. Это абсолютный рекорд. И тут ров, да? Дальше проехал даже. Охренеть, ребят, вы только посмотрите на этот результат. Это очень далеко. Я от магазина проехал метров 300 еще, понимаешь? Так, да, где Димка там ползет. Ну, китаец, господи, он бедный, бедолага, уже ничего делать не может посмотреть на него. Ну, я на гору не заехал, поэтому я, да, скатился и остановился такой. Вообще-то, ребят, здесь довольно-таки широкая территория, поэтому мы не будем поднимать тачки. Посмотри, куда я уехал, ты охренеешь. Итак, друзья, следующий заезд, старая и хорошая машина, это Демон Чироки Джип против Гелика 770 вроде. А, не надо, что развернуло. Да встанет на колено, не смогу сделать больше. Я, кстати, ну я со всей дури сейчас тоже носом ударюсь. Ммм, фига. Ай, больно. Теперь самое время вставать. Ребят, я не напомнил правила, если кто-то здесь впервые, напоминаю. В общем-то, мы прыгаем с трамплина, можем использовать нитро, но при этом, короче, газовать и тормозить, когда уже летим, не можем, да? А когда приземляемся на землю, можем крутить рулем влево-вправо, но так же газовать и тормозить, друзья. Я остановился. Демон просто в грязи застрял. Понимаешь? У меня проблемы, я понимаю. Но я вижу, что... Я слышу, как журчит ручеек, водичка, я тоже встал. Это жестко. Комментарии излишни. Да, да, да. Итак, друзья, следующий заход, у нас здесь Брабос и Хаммер, которые очень хорошо себя показывают. У них офигенные подвески. На самом деле, я специально их поставил на этот спуск, чтобы посмотреть, что они нам здесь покажут. А пока что у нас Chevrolet просто офигеть. Я отсюда его вижу, он там в полях стоит. Он очень далеко уехал. Тих-тих-тих-тих, я на колесо встал. Так, приземляюсь. Я на колесо встал. Еще, короче, оставил трамплин. И снова на колесо встал. Да я лакер. Не, на самом деле, эти машины, даже если остановятся, они должны ехать. Они обязаны ехать. Ничего, никто не обязан, а моя тачка поедет. Не, эти тачки обязаны ехать, серьезно, потому что на них очень хороши. Так, делаем заезд на верх. Я Орлас, что ли, сбил? Господи. Так, ну я должен разогнаться. Так, ты объехал всех подряд, я вижу. Да. Так, а мне придется... А, да им насрать на грязь, они только набирают скорость. Не, 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 вот я и говорю, у этих машин хорошие подвески. Так, Хаммер вижу. Блин, у Брабоса единственный минус, его крутят вверх, и машина довольно-таки большая. И у Хаммера, в принципе, с управлением такие же проблемы. Так, поедешь? Да, я поеду еще чуть-чуть. Как бы развернуться, я думаю, потому что... Я же поперед еду, на самом деле, сейчас, и это плохо. Блин, меня на самом деле порадовало то, что моя хрень с десяти до... Брала тридцать, четыре, сорок. Она разгоняется, все, как бы с детства. Нет, он разгоняется, да. Хаммер должен, я вижу тебя, все за тобой слежо. Я, короче, развернуться хотел, и в итоге, из-за того, что Брабоса злина, я застрял в елке. Так. Ой, ударился, ударился сильно. Ну, я не ударился, может, я пигаю, я просто объехал камень и вскрыл. Так, убери, давай я его в сторону беру, чтобы не мешался, потому что этот проезд закрывать не стоит. На самом деле, Хаммер показал хороший результат, это топ-2 на сегодня. Брабос, блин, его реально занесло, он просто застрял, я прям в шоке был. Итак, друзья, следующий заезд, два киберкара, тут перформанты против сены. Машины хорошие, машины управляемые, машины едут по накату, и какого-то хера я полетел. Что с тобой, сена? Так, чё-то пошло не то, я жопу... Я на крышу приземлюсь, это вообще плохо. Не, я приземлюсь. Охренеть. У меня как-то странно, она движется, но... Ёлки. Оп. Чего? Ехали, ехали, чё у тебя? Она, короче, как будто в паутине завязла. Еле-еле срывалась, срывалась, а потом как резко пыльнула. Срывалась, потому что ей кушать не давали, наверное. Ну ладно. Так, на самом деле, я очень хорошо пролетел, и опять-таки мне не повезло, сену развернула. Она, конечно, едет по накату пока что, но... Братан, мне кажется, ты не так хорошо едешь, как я, я вот сотку еду. Не, меня развернуло очень сено, и всё, я опять становился в грязи тупо. Так, вот и перформанты едет. Смотри, даже по грязи поеду, и насрать. Не, на самом деле, я бы тоже так же ехал, просто, я говорю, я приземлился, меня развернуло, и скорость я очень сильно потерял. Так, окей, это третья машина, которая проезжает дырдочку, и, кстати, уже выезжает на топ-2. Но я думаю, конечно, на топ-1 она не заедет из-за подвески своей, как минимум. Тормозит, да. Да. Ну, слушай, ну неплохо всё равно, довольно-таки хороший, достойный результат. Сену жалко, очень жалко Брабоса, но хотя Брабос, возможно, и дырку не проехал бы, но, тем не менее, такие результаты, погнали дальше. Итак, ребята, очередной заезд здесь, Сильверада против, да, 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 вот этого именно, да, я видел, как ты врезался красиво, против Доджика. На самом деле, две тачки очень хорошие, имеют хорошую подвеску и могут претендовать на первое место. Как минимум, Сильверада, точно, но я не прыгнул вообще от слова совсем. Ну, пока ты едешь, я ещё лечу. Я не еду, я кубарем лечу. Ёлка! У-ху! Видёшь, что произошло? Ну, я видел, что ты пролетел куда-то вниз. И чё с тобой? У меня капот немного влево пошёл, перекосило. Ай-яй-яй. Мне кажется, или ты там кичёшь? Или это ручёёк? Звуки какие-то странные были? Нет, это ручёёк, да. Я тоже слышал этот ручёёк. Только странно, звук есть, а... А ручейка нету, да. Это точно, звук есть, а ручейка нету. Так, Сильверада прыгает, к успеху идёт. И, мне кажется, я зря сделал такой подъём. Давай, поехали, 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 мы хорошие. Давай, родимый. Подвеска решает, подвеска решает, мы знаем. У меня уже вторая тачка, которая едет, едет, едет. Ну, очень-очень медленно, а потом резко срывается и едет дальше. Чё? Резко сорваться может, когда сидишь на карантине, и сажать всё, что есть в холодильнике. Вот это я верю. Вау! Да Сильверада, я свою мать, ну что с тобой? Ты пастишься, а потом срываешься. Вот, да. На карантине все, наверное, жутут много. Охренеть, Сильверада должен был, короче, за первое место как-то соревноваться, но на самом деле это отвратительный показатель. Я специально по бугоркам ехал, чтобы машина, ну, ехала. Это то, что так прыгает, зараза, бесит тоже. Так. Ну, Дош, кстати, хорошо поехал. Я, короче, зря поехал на горку, меня опять-таки развернуло, и мне вообще не везёт. Слушай, тем не менее, смотрите-ка, Дракстер забирает свою вторую позицию, довольно-таки уверенно, да, довольно-таки хорошо проехал. Так, давай я его уберу, чтобы он не мешался. Вот сюда наверх. И надо убрать, наверное, Сильверада всё-таки из дырочки, потому что там он тоже будет ни к силу, ни к городу. Итак, ребят, у нас остаётся четыре машины. В общем-то, Магнум и Бугатти какая-то. Охренеть, ты полетел, ты чё? Ну, это чит, чит Бугатти мой. Охренеть, он улетел-то, алё, дядь. Да. А кто ехать-то будет? У нас прыжки, езда, а не прыжки. На самом деле она летит и едет, братан, чтобы ты понимал. Ну, может быть. На самом деле Магнум тоже вроде как и летает и катается, но пока что всё. Я тоже. Магнум докатался. Отвратительно. Ну, тут, на самом деле, тупо пролетел и встал, да, я так понимаю? Да, да. Ну, я просто... Блин, отвратительно, на самом деле. Столько потенциала, и, как говорится, просто в грязи утонула машина. Ладно, ребят, у нас последние тачки, погнали туда. Итак, друзья, чит Корветты, чит Регера. На самом деле, я помню, я на Регерке здесь как-то катался уже разок, и она довольно-таки хорошо себя показала. Сейчас главное проехать красиво. И, кстати, я полетел... Я слышу... О, я тебя перелетаю. А! Нихера себе. Это было максимально рядом. Так. Так, приземление на задницу. Задница помялась. Это такой бред! Я приземлился и резко в дерево. Просто в дерево, и там же осталось, понимаешь? А, ты остановился уже? Да, просто я даже не понял. Смотри, Бросарь Гека не едет даже. Ну, да. Твоя родная, ты чё? О, Кайот. Лев. Панда. Я не знаю, Пума какая-то. Кто ты? Пума. Всех перебрали. Весь зоопарк. Корова. Как я изначально её назвал. Ну, так-то да. Вот, вот тут хоть Бугорок получше. Ну ладно, я уехал дальше Бугатти уже неплохо, но чё-то она реально... Она довольно-таки плохо ехала. Я понял первый раз. Я вот до сюда добрался примерно Да, что-то максимально плохая скорость Если бы на колесах, может, ехала бы и дальше Итак, друзья, давайте подведем итог Первое место забирает Chevrolet Low Ride Да, вот на таких больших тапках Это очень офигенный показатель Я в шоке до сих пор, если честно А второе место довольно-таки заслуженно забирает Dodge Muscle Car, потом идет Hooper неожиданно Потом идет Hammer, ну и, собственно, Сильверада А больше, в принципе, до сюда никто и не доехал Поэтому у нас пятерка вот таких финалистов Если вам понравилась серия, ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И ссылочки есть в описании на все про все Поэтому welcome, как говорится, будем рады всем Всем пока!